Два слова. Я физик Харьковской школы, но приехал в Россию давным-давным-давно. Кандидат физмат-наук, но с официальной физикой, к ее сожалению, я расстался очень давно. По причине несовпадения взглядов на устройство, как минимум, вселенной. Ну, в России я уже лет 12-13, и я доделываю, скажем, свою физическую все-таки работу. Слава Богу, здесь это можно спокойно и с успехом возможным делать. Ну, вроде бы, работал я в физтехарьковской, кафедра теоретической экспериментальной физики. Ну, в общем, вот так вот. Ну, я же говорю, что я конкретно с физиками и с физикой официально я немножечко давно расстался. Вот. Ну, а не с самой физикой. Я за всем стараюсь уследить и стараюсь, так сказать, довести как минимум свою работу до определенных результатов. А еще маленький вопрос. Тема диссертации какая была? Тема работы, исследование энергетического спектра полупроводников определенного класса. Причем она была наполовину теоретической, метод псевдофункции, а наполовину была экспериментальной. Вот бывают и такие. Понятно. Понял, спасибо. Давайте к вопросам. Ну, здесь не развертого тела, но и расчеты, машины, ну, на те времена, какие были, возможно. Понял, понял, понял. Хорошо. По вопросам, вы спросить хотели что-то. Да, да, да. Первое, почему именно такой вопрос, это по докладу, не по докладу, по, скажем, называется оно, Сергей Попов отвечает на вопросы подписчиков. И буквально вот почему она меня немножечко сильно раздражила, потому что до этого вот такие вопросы, как расширение пространства, они не увязывались методами. С метрикой, конкретно с метрикой. То есть метрика вот Евклидова, это Чарима Пифагора. А дальше объяснять вот как-то на пальцах или очень коротко. Я, во-первых, не умею, ну, во-вторых, я не являюсь там интернет-пространства пользователем, поэтому я все-таки обратился к вам. Вот как объяснить, вот по его мнению, метрика Фридмана для нашей Вселенной уже доказана. Вот. И поэтому вот это вот очень-очень меня раздражает. Но я, ну, плохо умею коротко и, скажем, не то чтобы на пальцах, а на более простых, без привлечения там тензоров и матриц, как можно это опровергать. Поэтому вот я обратился к вам. Ну, плавненько я так перехожу. Вообще говоря, вот метрики пространства. И вот эти вопросы очень хорошо были рассмотрены у такого ученого Акимов Олег. Сайт «Скептик Рацио». Ну, он откровенный, ярый противник релятивизма. И очень дотошный, очень аккуратный. У него все буквально там до каждой циферки, до каждой это разложены. Но при всем при этом, ну, во-первых, он умер буквально недавно. Вот. И материалы, скажем, бесценные вот этого сайта. Очень не хотелось бы, чтобы пропали. И если ваша команда может как-то вот сохранить эти материалы. Сайт работает, но я не знаю, сколько он будет существовать. «Скептик Рацио» Олег Акимов. Вот. Дальше про него продолжая. Он при всей своей дотошности, он был человек наивный. И считал, что релятивистов можно как-то победить в теоретических спорах. Ну, а для этих господ, скажем так, ну, образно, сгусся вода. Или то же самое божья роса. То есть определенного сорта жидкость, побывавшая в глазах у релятивистов. Поэтому этот метод не проходит. И вот я теперь опять-таки перехожу к двум моментам, которые, по моему скромному мнению, действительно могли бы быть действенными в борьбе с этим зловредным господством физики. Значит, ну, во-первых, скажем так, вот любая теория, которая основана только на постулатах, ну, так, дерьмо, теория. А второе, если в этой теории появляются вдобавок хотя бы один парадокс, то эту теорию можно вычитывать смело. Но для теории относительности, кроме всех прочих, чрезвычайно характерна такая вещь, как изворотливость. То есть вот им что-то напрямую... Они введут там отсутствие и наличие чего угодно. Скажем, для механики рассматривать только равномерное движение тел – это бред. То есть и вводить запреты на некоторые вещи, на отсутствие абсолютно твердого тела. В общем, это их приемы. Обычнейшее. Но очелесовая пята все-таки есть. И эта очелесовая пята – это экспериментальное подтверждение наличия сверхцветового движения, чего бы то ни было. Вот. Скажем, то, что им до сих пор помогало, то, что действительно движение барионной материи в регулярных условиях сверхцветовой действительно на самом деле невозможно. Но, во-первых, в регулярных условиях, во-вторых, движение барионной материи. То есть двигаться быстрее скорости света, например, нейтрино, ничто не запрещает. А это убивает напрочь мгновенно теорию относительности. Так вот, первое событие, которое достойно своего должного освещения в средствах массовой информации – это регистрация сверхцветового движения нейтрино группой из Швейцарии в Италию. Да, там буквально на какие-то оно там доли, на небольшую величину, но оно было зафиксировано. Это привело буквально к разрыву, ну, простите, пукана у сообщества релятивистов. Было мгновенно организовано колоссальное давление на эту группу. Ну, методы остались такие же, как были во времена инквизиции Галилео Галилея. Руководитель группы был призван к публичному отречению. Ну, объяснение было мало, ну, идиотское совершенно. То есть как бы разъем неправильно сработал. Разъем пропускал совершенно спокойно сигнал от нейтрино, но тормозил сигнал от светового импульса. Ну, то есть бредовое объяснение. Тем не менее, руководитель вынужден был отречься, объяснив, что вот разъем они неправильно, ну, идиотизм полнейший. Группу на всякий случай разогнали, чтобы они, не дай бог, не повторили и не получили действительно, ну, с моей точки зрения, достоверный результат. Вот на этом это дело как бы и кончилось. Ясно, что оно вечно продолжаться не будет. В конце концов, это дело будет зарегистрировано. Это событие номер один, которое требует, так сказать, комментариев, разъяснение и внимание. Второе событие – это галактика М-87, в которой произошел, ну, какое-то время назад, неважно, взрыв, ну, по их названию, терминолога сейчас неважно, какого-то объекта, по их названию, черная дыра, неважно, этот объект разорвался, и появились действительно наблюдаемые джеты. Так вот, в этих джетах наблюдалось превышение скорости света, там, от четырех до шести раз. В ответ на это появилось, наверное, там, это вам все только мнится, это кажущееся превышение, и появились объяснения, там, тоже совершенно идиотские. Но для нашего сообщества вот эти объяснения звучали у… Есть такой блогер, блокнот «Математика», ну, если заинтересует, найдете. И сайт такой просто «Космос». Это случайное совпадение, недавно вот вы комментировали его антиматерию у этого мальчика. Вот, так вот, они как бы это разоблачают. Их объяснения могут объяснить неверно, некорректно, но изменения, скажем, отличия скорости, преувеличения скорости света, ну, на какие-то проценты. А увеличение в 4-6 раз, ну, ну, просто это бред совершеннейший. Так вот, вот в Медзале было бы вот эти два факта как-то прокомментировать, осветить, и на них работать. Это действительно факты, которые убивают теорию относительности, и они вынуждены будут это признать. Ну, скажем, вот с общими вопросами я закончил. Теперь что-таки к вам будут вопросы, мои личные. Значит, первый вопрос, вот по ролику равновесия. да, вот, значит, там есть такой момент, что сравниваются силы притяжения и центробежная сила. Ну, вот, ну, давайте так вот, центробежная сила, это сила, во-первых, очень хитрая, и с ней работать очень осторожно. Во-первых, при сохранении момента количества движения, вот, она уже будет пропорциональна не единице на R, а единице на R куб. Ну, это вы потом там посмотрите, там, причешите, это неважно. Первое. А второе, то, что она приложена в любом случае не к центру масс тела, она приложена к связям. То есть, вот, скажем, эквивалент модели движения на силах, пока давайте вот произнесем притяжение, это гирька на веревке. В этом случае сила центробежная приложена к веревке по всей ее длине и, собственно говоря, ко всей гирке. То есть, может разорваться веревка, что приведет к прекращению действия центробежной силы. А может гирька, ну, вот, как маховики разрывает, так же и гирька. Ну, то есть, это к связям приложена сила. И она не самостоятельная. То есть, этот момент как-то надо аккуратнее. Но, в любом случае, это неважно, потому что она все равно не будет в равновесии. Ну, там в другую сторону будет нарушение. Это первое. Вот. И все-таки, вот, отсутствие возможности равновесия, вот, как бы вы ответили на эквивалентную модель гирька на веревке. Веревка, как бы, в первом приложении, ну, сила притяжения, хотя она и сила связи. Но равновесие-то достигнуто. Так, вот смысл в чем. Во-первых, по центробежной и центростремительной мы рассматривали для идеально круговой орбиты. Да. И там уже все корректно. И центробежная сила, и центростремительная. Вполне себе, для идеальной круговой орбиты там нет никаких второстепенных факторов. Для этой схемы мы получили как раз равенство сил, рассмотрели частный случай, показали, что для любой точки она находится в таком-то силовом расстоянии, направленном на вывод тела из орбиты, превращение сил. Там нет ничего, там единица на Р и единица на Р квадрат. Это вот без вариантов. Так, дальше вы спрашиваете про веревку и гирьку на веревке. Но у нас веревка это что такое? Жесткая связь? Если мы заменим заменим веревку неким силовым аналогом той силы, на которой тело удерживается на орбите, нам тогда ее надо будет заменить на жвачку или на сопельку, которая с растяжением ослабевает. У нас же сила с растяжением ослабевает, правильно? Вот аналог, это вот просто пожевали жвачку, взяли, гиречку на нее подвешили и покрутили. Что получится? Сопелька растянется, жвачка растянется, гирка улетит в космос дальний. Вот это вот у нас предметный аналог силового взаимодействия на силах прямого притяжения применительно к планетарной системе. Так что тут просто все. Хорошо, хорошо. Не, вот с сопелькой, с резиночкой, я с обеком согласен? Да, конечно. Ну вот, поскольку оно в ролике не было, для меня это вызвало вопрос. Это первое. Ну и если можно, все-таки, да, с этим, более того, я вот с вами соглашусь, действительно будет сила приталкивания на супер-микроуровне. Я даже спорить тут не буду, но она не будет обусловлена отталкиванием там планетарных отталкивающих сил. Она действительно будет отталкиванием, но это только по вопросу равновесия. И вот теперь давайте перейдем к такому понятию, как все-таки базовое гравитационное поле и его напряженность. Вот. Ну, как бы, ну, вот мне режет уши, что вот силы напряженности накладываются, что приводит, ну, но вообще, говорят, для любых напряженностей полей принцип суперпозиции, ну, отменить невозможно. Или новую математику надо придумывать. И поэтому, вот у вас был один ответ на, ну, это такой, коротенький там телефонный, вот как быть направлением силы гравитации. И вы там ответили, что да, приводит вот это вот взаимное действие сил, полей, 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 прошу прощения, к равенству сил и сила равна нулю. Ну, а сила и напряженность, они отличаются только множителем. Поэтому как-то этот вопрос надо обходить. Вот что может быть без, ну, не бесконечным, а чрезвычайно большим это, скажем, гравитационный потенциал, ну, который там с точностью до множителя на бесконечности ноль, он действительно может при наличии, правда, некоторых дополнительных условий быть, ну, очень колоссальных значений. А про напряженность, ну, ну, я не могу согласиться. Ну, вот базовое гравитационное поле не может накладываться, оно действует. Вот не может накладываться, вы расшифруйте, пожалуйста, свое представление. Почему не может накладываться? Вот применить на гравитации два воздействия не могут быть наложены друг на друга или в чем дело? Почему не могут накладываться? Не-не-не-не. Вне сомнения они накладывают, но только они не суммируются, а вычитаются по всем законам математики, физики, политики. Подождите, вы сейчас про вектора воздействия говорите? Или про что вы говорите? Про вектора напряженности поля, которые оказывают естественно силовое воздействие. Ну, вот давайте, если у нас вот здесь вот яблоко, а вот там земля и солнце и еще там несколько тел, у нас сонаправленные вектора не суммируются воздействия с той стороны? Или что предлагаете? Суммируются. Тогда не понимаю суть претензий. Говорить о том, что базовое гравитационное поле принимает очень большие значения, дальше вы про энерго переходите, которое можно, оно не может принимать большие значения, оно наоборот нулевое. Результирующий вектор базового поля, он нулевой в большинстве случаев. Само-то поле любая правая сторона или левая сторона поля она дает как раз колоссальное значение. Это вопрос терминологии. Я согласен. Это не вопрос физики, это вопрос терминологии. Согласен. Согласен. Проперелистываем. Согласен. Да, терминология, тем не менее, оно вот в роликах не звучит, поэтому увы, поэтому мой вопрос так и звучит. Да, ну, просто люди привыкли так или иначе это гравитационное поле воспринимать. Я исхожу из следующего, что вообще не было как бы концепции самой по этому наложению полей, поэтому я пытаюсь объяснить самым простым языком, понятным, самой простой домохозяйки. Вот поэтому я выбираю самые максимальные трактовки, не усложняя их. Ну, действительно, научным языком надо написать уже как-то так корректно, когда мы будем... Согласен, согласен. Ну, и теперь вот основной вопрос, на который можно сейчас, скажем, не отвечать, вот, ну, если я вам, так сказать, собеседник, не говорю, зачем мы его вообще... если все-таки вот сейчас не получится на него или не будет желания или как-то ответить, на чего можно переложить. Вот, в любом случае, вот, смотрите, по вопросу поля, поля, как бы, и физики, и у вас это финишное взаимодействие любых объектов Вселенной. Тем не менее, ну, вот, то есть, не на части... Это все великолепно, понимаю, что вот во всех, как бы, существующих теориях и в вашей теории поле это финишный осуществитель законов, финишный осуществитель взаимодействия. Оно бы, конечно, и хорошо, только ни один человек на планете Земля до сих пор не объяснил каким образом, из чего состоит и каким образом, какой механизм действия поля. Определение, определение это не о чем. Определение это, ну, скажем, такая некоторая договоренность наша для того, чтобы можно было обходить невозможность действия первого закона логики. Вот, то есть, это для того, чтобы можно было просто вести разговор. Ни одно определение никаких словарей ни в коей мере не объясняет действия поля. Описывать действия поля, вот я это слово терпеть не могу, вот описывать может там Евгений Иван Сергеевич Пушкин, ну, собака моя под руку бегает и описывает там окрестности. описывать это не о чем. Это значит подобрать какие-то формулки, в результате которых можно будет получить какие-то циферки, которые, ну, числа, не важно, которые будут с чем-то там совпадать. Объяснение, чем должна заниматься физика и физики, объяснение действия поля отсутствует. Если вы объясните, вы будете первым человеком, который это сделал. Понятно, спасибо. Но мы много что сделали, что никто не делал. Тоже равновесие в том числе. Ну, как бы, ну, трагедии в вопросе-то я не вижу в самом. Ну, есть поле, оно не может ни из чего состоять, поэтому часть вашего вопроса она как бы в пустоту. Ни дискретные объекты ни из чего не состоят. Ну, так вот. Объект не дискретен, составляющих частей нет. А дальше, ну, по вопросам поля мы в той или иной мере уже столько наговорили, что можно уже из этого лекции, я думаю, собрать. Ну, понятно, суть вопроса понятна. Про поле бы было здорово нормальный оформленный материал сделать. Возможно. Попробуйте, я далеко не уверен, что оно получится, но нету ни одного, любой академик выйдет, особый вид материи, определенный тип материи, никто объяснил, не объяснил никто, как действует поле и что это такое. Объяснять по большому счету нечего, оно уже, оно не действует, оно не движется, оно просто объединяет, оно уже приложено, это как уже приложенная резина, вот резина соединяет два заряда. это гораздо ближе, вот подождите, я действительно не шучу, это гораздо ближе к истине, чем там особый вид материи, в которой там, это я все великолепно понимаю, но там резины нету, там что-то это. Ну, если понят, человеческий понятный пример, это как что, яблоко это как что, как апельсинка, ну, вот в понятных человековых примерах это вот так, а если физическим языком, ну, тогда придется писать физическим языком. Давайте, давайте, не, яблоко апельсинка это опять-таки скатывание к определению, оно ни о чем, вот как работает поле никто не знает, ну, может быть, кроме меня, но хорошо, так и постановим, запишем. Хорошо, вот, ну, вот у меня, значит, тогда вот сегодняшние и ответы, и беседы меня удовлетворили, но если у меня будут появляться вопросы, вот, пожалуйста, да, будет позволение, то есть как-то связано. Пожалуйста, в любой момент, Сергей, спасибо, спасибо за знакомство, спасибо за то, что я делаю. Спасибо и вам, и за вашу работу, и вот то, что вы делаете, я ценю очень. Спасибо, Сергей. Вы географически где? А? Географически вы где? В каком городе? Это не город, я вот, не знаю, назвать вам, это ближе всего ко мне Берск. Берск? Это под Новосибирском, понял, хорошо. Я специально забрался в ГУЛО, чтобы делать работу. Хорошо, Сергей, спасибо, спасибо. Спасибо и вам большующее, до свидания. До свидания, спасибо. С вами был Виктор Катюшек, канал Нужный Трибунал, с вами был Сергей, очень интересный человек. Всем добро. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Трибунал. Дима Трибунал. Дима Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok